всем привет дорогие друзья меня зовут руслан и вы на канале самолар китчин сегодня у нас новый рецепт сегодня будем готовить узбекское блюдо басма это очень простое полезное и вкусное блюдо расскажу три главных секрета приготовления этого блюда а пока подписываемся ставим лайк и мы начинаем погнали пойду за казаном наш многоуважаемый казан 12 литров 12 литровый и мы начинаем ребят это очень вкусное блюдо и самое главное это очень полезное блюдо где в этом блюде не будет ни воды ни масла запоминайте погнали по ингредиентам рассказываю что у нас будет из овощей а овощи это тоже важный фактор в этом блюде значит из овощей у нас будет репа помидоры свежие болгарский перец несколько вариаций чеснок картошка много лука ребят нам нож нужно для этого блюда и естественно капуста по специям очень интересные специи очень простые соль зира и смесь черных перцев по мясу у нас говядина можно и готовить из баранины но так как у нас дети и мы любим больше говядину сегодня будем басму готовить из говядины говядина у нас мякоть и жирные куски на косточке так значит самое главное первое правило первое это значит качественные продукты то есть мясо должно быть свежая не замороженная и то же самое с овощами конечно же мы не забыли про острые перцы и про сели тут набор простой кинза петрушка начинаем костер будем разжигать самую последнюю очередь сейчас нам надо начнем закладывать наш казан погнали мясо мы нарезали на средние куски как я вам говорил берем значит крупные крупные куски жирной жирной стороной ставим укладываем на дно казана вот так мясо у меня здесь значит полтора килограмма у меня вырезки и где-то полтора килограмма у меня вот этих кусков все вот так мы выложили самые жирные куски сейчас нарежем лук на полукольца так порезал первую часть лука добавляем его сюда вот так все у нас первая часть готова теперь значит опять добавляем остатки остатки нашего мяса теперь у нас идет вырезка мягкая часть говядины все трамбуем ребят не стесняемся повторюсь никакого никакой воды никакого масса очень натуральный полезный продукт все сейчас вторую часть лука тоже будем сюда добавлять нарезали вторую часть лука на полукольца и сейчас давайте со специи а то я все время забываю про специи особенно про соль значит берем черный перец берем зиру зиру берем конечно же поменьше потому что у меня дома зиру не все любят вот столько хватит зиры так и соли соли побольше все это вступку ребят вот так и работаем руками так смотрите вот как получилось такая красота все ребята берем вот так и щедро садим перчим зира все вот так не стесняемся все хорошо дальше у нас идет этот же лук вторая партия все трамбуем все трамбуем вот так и пошли дальше овощи у нас друзья мы забыли про морковку она обязательно буквально две головки морковки ребят вообще второй секрет наш это правильно подобранные овощи то есть допустим репа она не дружит баклажанами с кабачками там да то есть не нужно вот в это блюдо добавлять все подряд все подряд овощи потому что это это не рагу это у нас басма это второй секрет поехали значит сейчас мы нарезаем морковку на такие относительно крупные куски кольца и и будем добавлять казан погода ребят шикарная сегодня у нас на дворе осень но такая золотая осень вы не представляете погоду просто бомба все чистим репу тянем репу редко ее используем о какой у нее аромат сейчас почистим и тоже порежем на полу кольца наверное аре по как вы знаете очень полезная поехали так поехали добавляем репу так все трамбуется у нас ребят будет блюдо вообще не сложная а самое главное вот вы поехали на природу за удивить друзей вкусным и вкусной едой вкусным блюдом проще простого сейчас я вам расскажу почему она простое дальше потому что она не требует никаких то есть ты его поставил на огонь и все полтора часа мы его будем держать полтора-два часа и да и будет блюдо будет томится это будет огонь просто пальчик обличит пошла картошка картофан картофан небольшой поэтому резать его нет не вижу никакого смысла добавляем картофан даже можно так все красиво сделать все готов картофан дальше идет болгарский перец перед болгарским перцем еще раз добавляем специи вот так щедро соль перец зира смотрите какая красота ай там бомба овощи фантастика это курял все пошли болгарский перец а какая весенняя картинка красивая на друзья оба сма у нас получится шикарно все семена не нужны помидоры дальше идут вход вход идут помидоры помидоры режем следующим образом вот это обязательно я убираю ребят вот так и на две части все то есть помидор идет на 4 части сначала режем его на две части вот так помидоры хорошие сочные дагестанский дагестан привет кто смотрит нас из дагестана большой привет и помидоры у нас вот так идут сюда посмотрите они дадут сок вот так вот так сейчас еще пойдет еще один помидор сок сок нам нужен никакой воды не будут добавлять так дальше ребят оператор иди сюда дима хороший сюда вот этот чеснок одна головка чеснока в хаотичном порядке стараемся вот так разбросать его сюда любителям острого пару перчиков но мы их не будем конечно резать чтобы в конце не дал блюду как бы что блюдо было не острый а тот кто захочет острый возьмет отдельно перчик короче не разряжаем не разрезаем его дальше что у нас идет дальше у нас идет зелень опять солим перчим и капуста погнали так друзья осталось у нас малость совсем это как я называю зелень мели петрушка кинза вот так берем чуть того чуть того чуть того вот так и нарезаем ой какой аромат пошел а какой аромат пошел все это все мы добавляем в наше прекрасное блюдо так готово я бы еще раз сделал наши специи по просьбе оператора наш оператор жалуется что я соль делаю всегда я люблю соли меньше потому что лучше не засолить чем пересолить правильно как вы думаете дорогие подписчики напишите в комментариях любите вы пересоленые блюда или наоборот любите сами потом добавлять соль погнали капуста у нас идет следующий ингредиент так с капусты мы поступим следующим образом так нам нужны сначала листочки попробуем достать оторвать как-то как капуста смотрите вот так вот так вот так я думаю достаточно листок капусты на 2 сегодня будем добавлять 34 еще ребятки и сейчас мы листом как мог сорвал вот эту всю нашу прелесть закрываем капустными листами вот так повторюсь никакой воды никакого масла ничего все так финальный стрих ребят если у вас есть тарелочка то лучше закрыть тарелочкой вот так все это дело и соответственно крышка наш все полтора часа разжигаем костер на медленном огне томим полтора часа и 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 вот так помните перчик вот этот перчик вот так так смотрим смотрим что у нас здесь ребятки вот у нас здесь капуста кто любит отварную капусту картошка посмотрите ко мне нужно мясо ребят мне нужно мясо вот оно мясо вот оно мясо и вот так мы его накладываем вот так все дегустация самая вкусная рубрика degustation смотрите какая красота сейчас вот этот перец тоже снимем острый чтобы никому не было остренько вот так мы сейчас будем дегустировать а это оставим семье ну что попробуем что у нас получилось вот это я так понимаю репа это что у нас это кусок мяса ребят просто шикарно даже вот эта капуста картоха смотри а мясо смотри как получилось ой горячее смотри под такое блюдо грех не выпить ну что дорогие мои сегодня мы приготовили очень простое очень полезное и незамысловатое блюдо как басма три главных секрета этого блюда я вам озвучил на канале в этом ролике спасибо что вы посмотрели этот ролик подписывайтесь на канал готовьте с нами вместе готовьте вкусно готовьте лучше нас будьте здоровы не болейте всем мира добра до новых встреч и скоро увидимся а мы пойдем кормить семью погнали говно на Субтитры подогнал «Симон»